Компания Daihatsu, на 100% принадлежащая Toyota, нечасто становится героем новостей, ведь работает она лишь на нескольких азиатских рынках, включая саму Японию. В Китае и России Daihatsu не продается, из Европы марка ушла в 2013 году, а короткую попытку закрепиться в США на рубеже 80-х-90-х можно даже не считать. Тем не менее, представленный в Токио прототип компактного кроссовера оказался любопытным. New Compact SUV – это лишь сценический псевдоним. Серийная машина, если верить японским журналистам, получит забытое имя Daihatsu Roki. То был равный внедорожник с жестко подключаемым или постоянным полным приводом и понижающей передачей. Современный же Roki – это классический паркетник с несущим кузовом и независимыми подвесками. Белый автомобиль на видео показывает базовое оснащение, а красный – подобие спортивной версии. Обе с трехцилиндровым турбомотором и вариатором. Привод пока только передний, а в задней подвеске – полузависимая балка. Но это только выставочные экземпляры. Платформа DNGA – это вариация тойотовской глобальной архитектуры для субкомпактных автомобилей Daihatsu. Это значит, что полный привод и задняя многорычажка тоже возможны и наверняка появятся. Более того, Roki удивляет изрядным набором современной электроники. Здесь есть и цифровая приборная панель, и ассистент удержания в полосе, и адаптивный круиз-контроль. На японский рынок Daihatsu Roki выйдет уже в ноябре. Но если верить японской прессе, то аналог под маркой Toyota не просто готовится, а может даже опередить Daihatsu. Близнеца нарекут Toyota Rise и отправят завоевывать Южную Америку, а потом и другие регионы.